Экологически чистые продукты – тренд, который в последнее время становится все популярнее. Предприниматель Сергей Перевозников решил сделать ставку на такой товар и не прогадал. В этом магазине только фермерская продукция. Сергей запустил бизнес своими силами, несмотря на трудности. Запрос к власти у него один – поменьше бы бюрократических проволочек. Поиск помещений – это обычная работа, оформление – это обычная работа, еще что-то – это обычная работа, взаимодействие с разного рода органов – это обычная работа, это не сложности, это те этапы. Хотелось бы, конечно, их побыстрее и поменьше, и попроще, но это как погода, то есть хочешь – делаешь, не хочешь – жалуешься. Поэтому это не сложности, это задача, которую нужно выполнить. Сейчас при Ангаре действует более 90 тысяч субъектов малого бизнеса. В прошлом году рост количества частных предприятий составил свыше 100%. Для помощи начинающим бизнесменам в регионе действует программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014 и 2018 годы. Кроме этого, действует государственная поддержка приоритетных отраслей экономики. На эти цели в 2014-м из бюджетов разных уровней было выделено более 200 миллионов рублей. В том числе, благодаря господдержке, интерес к предпринимательской деятельности среди молодежи при Ангаре в последние годы не снизился. Молодые люди на самом деле сейчас достаточно активно стремятся открывать свой бизнес, инновационный бизнес, традиционные виды бизнеса. И я думаю, что они совершенно правильно воспринимают это время, ну, нестабильное экономическое время, как возможность для того, чтобы реализовать свои амбиции. Результаты действующих целевых программ следующие. В казну области малый бизнес в минувшем году принес 5 миллиардов налогов. Это 4,5% от всех доходов бюджета. На сектор малого бизнеса приходится четверть всех занятых в экономике при Ангаре. Кроме того, областные власти уже готовят налоговые каникулы для новых малых предприятий. На два года для них отменят региональные налоги. От бизнеса ждут одного – эффективности и конкурентноспособности. На сегодняшний день очень конкурентным является рынок как между субъектами Российской Федерации, так и рынок, если мы говорим об экспансии товаров и услуг Иркутской области на рынке, например, даже других стран. Поэтому мы должны быть конкурентными, а этого можно добиться только лишь используя новейшие технологии, новейшие принципы управления бизнесом. Поэтому будем поддерживать лучших. Сейчас речь идет об упрощении входа в сферу малого и среднего бизнеса. Чтобы начинать было легко, ошибаться не страшно. Доля внутреннего регионального продукта в Иркутской области от малого и среднего предпринимательства составляет не более 10%. По России этот показатель выше. Вклад частных предпринимателей в ВВП страны составляет около 21%. Для сравнения, в таких странах, как Франция и Германия, этот показатель достигает 50%. К такой отметке планируется поднять внутренний региональный продукт в регионах России за счет мер поддержки, которые начнут оказывать в самое ближайшее время. Данил Рудаев, Константин Синицын. Новости сейчас.